Добрый вечер, мы из Украины. Ну что ж, есть очередной повод сказать, не дождетесь. На момент записи видео отбоя воздушной тревоги нет, но сегодня с полудня в Украине звучит воздушная тревога, работает наше ПВО, противоракетная оборона, есть взрывы. Всего, по предварительным данным от Генерального штаба по Украине, на данный момент выпущено более 20 крылатых ракет воздушного базирования. Силами и средствами ПВО страны уничтожено 12 крылатых ракет, 6 в пределах Киевской области, 5 в пределах Житомирской и 1 ракета в пределах Хмельницкой области. По беспилотникам, по шахедам иранским, еще нет пока информации обобщенной, но они тоже были. Количество пострадавших сегодня известно уже по Киеву и Киевской области. Один мужчина погиб и более 20 людей получили ранения различной степени тяжести. Ну что сказать российским фашистам? Именно так. Сегодняшний ракетный удар пришелся не по инфраструктуре. Сегодняшний ракетный удар пришелся по жилым домам. Жилые дома, гостиничный комплекс, две школы, один детский садик. Это я вам перечисляю те объекты, которые пострадали в результате ракетного удара. Закончился он или нет, будет третья волна или нет, сейчас сказать не могу. Воздушная тревога от боя не была. Но мы продолжаем жить. У нас в метро люди создают нормальную атмосферу, поздравляют, развлекают детишек. А на самом деле метро остановлено и выполняет роль, как обычно, бомбоубежища. Не сломайте вы нас. Не сломайте. Как? Не старайтесь. Все равно. Мы победим. Примога будет за нами. В этой войне мы победим. И вот тут хотелось бы в начале видео сказать некоторые итоги. Все-таки сегодня последний день уходящего года, года тигра, который принес нам эту страшную войну, который забрал жизнь и здоровье стольких людей. И сотни тысяч будут исчисляться жертвой этой войны. Не меньше. Судя по тем масштабам, которые, потерь, которые сегодня идут, причем с обоих сторон. И из достижений этого года скажу, хочу отметить главное. Главное достижение то, что Украина жива, тогда Украина будет жить. И ничего вы с этим поделать не сможете. Мы как были, так и будем. Мы отстояли свою независимость. Теперь осталось отстоять и суверенитет. Осталось отстоять территориальную целостность. И ее мы тоже к себе вернем. Отметить надо следующее. То, что не только государство Украина выстояло. Кстати, вспомните начало войны. Все говорили, 3-4 дня и Киев пойдет. 3-4 дня и Киев пойдет. Но Киев не пал. Киев не пал, Киев выстоял. И наши вооруженные... Мы в условиях войны смогли развернуть вооруженные силы. В три раза. В три. Создав силы обороны почти в миллион человек. Мы начали перевооружение нашей армии за счет помощи наших партнеров. Мы полностью практически выстояли на наших ресурсах. И с нашим вооружением выстояли оборонную операцию. Основное тяжелое вооружение начало поступать в мае месяце. И как только оно начало поступать, через несколько месяцев мы начали проводить контрнаступательные операции. На данный момент мы освободили более 50% от той территории, которую оккупировали российские войска после 24 февраля. Освобождена Киевская, Сумская, Черниговская область. Практически полностью освобождены Харьковская область, Николаевская область. Осталась Херсонская частично освобождена. Правый берег Херсонской области освобожден полностью. Осталось только Левобережную Херсонщину освободить. Мы освободим. Мы ведем контрнаступательные действия, ведем оборонительную операцию одновременно. Да, мы несем потери, да, это цена победы, но мы побеждаем. Мы сломали хребет военной машины Российской Федерации. Сломали. Это в принципе можно уже констатировать. Сколько они еще продержатся в наступательном темпе на Донецком направлении? Я думаю немного, с учетом ресурса. И мы разбили миф второй армии мира. Вдребезги разбили, как хрустальную вазу. 22-я армия мира по рейтингу, помните, с 21-го года, да? Практически полностью на данный момент уничтожила кадровый состав второй армии мира. Которая считала себя непобедимой за исключением коллективного противостояния с блоком НАТО. Мы это сделали. Мы вынудили Путина объявить частичную мобилизацию. Потому что кадровая армия начала заканчиваться. Но это не помогло. И сейчас будет либо вторая волна мобилизации, либо военное положение. И всеобщая мобилизация Российской Федерации. Я так понимаю, что Путин готов положить на алтарь своих амбиций всю страну. Все население Российской Федерации. Самое страшное, что население это воспринимает. Да, есть какой-то процент людей, которые понимают, что происходит. И не согласны с этим. Но когда смотришь социологию, больше 70%. Конечно, 400 тысяч Росгвардии, огромное количество полицейских, ФСБ и миллионная армия. Это, конечно же, пугает. Но, тем не менее, Путин будет бросать в эту мясорубку войны столько людей, сколько ему надо будет. Для того, чтобы сохранить свое политическое лицо. Для того, чтобы еще один день просидеть в кресле царя Российской империи. Как он себя считает. И вы посмотрите, даже духовенство, российское духовенство, призывает россиян не умирать от водки. А пойти на войну и умереть за царя Отечества. Мол, это благое дело, в рай попадете. Правда, духовенство не объясняет, почему, за какое Отечество они должны умереть в чужой стране. В чужой. Украина – суверенное, независимое государство. У которой был договор о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Был. Но его уже нет. Да и почему русский мужик должен умирать? Вот самое страшное в этом. Почему русский мужик не должен жить, строить будущее свое, своей семьи, своей страны? Почему смерть, как перспектива будущего, представляется как духовенством, так и политическим руководством страны? Почему нет развития вперед? Почему Россия не смотрит? Идите умирайте. За кого? И за что? Мы выстоим в этой войне любой ценой. Чего бы нам это не стоило? Мы победим. Но поверьте, после этого прощения не будет. Его уже нет. За те зверства, которые творят русские фашисты, российские, точнее, фашисты на нашей территории. Какими методами и способами убивают людей? Ну, сегодняшний налет массированный, ракетный тому пример. Жилые объекты, взрывы среди жилых домов, попадания в жилые дома. Ни в один объект инфраструктуры никто никуда не целился, очевидно. Куда целились, туда и попали. Ракеты все высокоточные. Мы все это прекрасно понимаем. И та же Россия хвастается, что круговое отклонение там максимум 10 метров. Ну, 10 метров в жилом доме это значительно. Это один подъезд или два подъезда. Может означать. Вот такая вот ситуация на сегодняшний день. Но, хочу сегодня последний день уходящего года, как я уже сказал. И хочется поздравить нас, украинцев, наши силы обороны, наши вооруженные силы с новым наступающим годом. Я понимаю, насколько это тяжело и опасно встречать его в состоянии войны. Даже в глубоком тылу люди прячутся в убежищах, чтобы не попасть под ракетный удар. Ну, а на передовой шальные пули и снаряды не сулят безопасности или чувство уверенности в завтрашнем дне. Но, тем не менее, сегодня самое популярное поздравление с Новым годом, с наступающими вооруженными силами Украины. Не с наступающим Новым годом, а с наступающими вооруженными силами Украины. Они наступают. И мы в это верим. Поэтому всем нашим защитникам и защитницам хочется пожелать, чтобы они остались живы и они пришли с победой домой. Со счетом. Они на счете. Ну, а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Война продолжается. К сожалению, она не останавливается. И война не знает календарных дат. Поэтому мы отслеживаем обстановку и то, что случилось за прошедшие сутки. Итак, у нас сегодня на календаре 31 декабря, киевское время, 18 часов. За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов, 29 авиационных ударов, 26 ударов реактивными системами залпового огня. В частности, противник использовал 10 беспилотных летательных аппаратов типа «Шахет-136». Но они все были сбиты. Это данные за прошедшие сутки. Сегодняшний день в этой сводке пока не учтен. С исключением того, что я сказал в начале. Из 20 на момент записи этого видео выпущенных ракет, 12 ракет было сбито силами противовоздушной обороны Украины. Кроме того, противник наносил удары по инфраструктуре вдоль линии фронта. И есть опасность продолжения авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Мы это с вами сейчас и наблюдаем, на собственной, точнее испытываем на собственной шкуре. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купинском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки наши войны отбивали атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области, Солидар, Бахмутская, Подгорная, Бахмут, Нью-Йорк, Красногоровка, Авдеевка и Маренко в Донецкой области. По оперативным направлениям. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация остается стабильной. Формирование наступательных группировок противника не наблюдается. На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийскими и минометными обстрелами подверглись районы Сумской и Харьковской областей. На Купинском направлении, оно же Сватовское направление в некоторых источниках, ситуация в лесах под Кременной пока окончательно неизвестна. Там идут бои. Это то, что я вам объяснял, что там лесные массивы на подступах к Кременной. И вот в этих лесных массивах обе стороны ведут штурмовые действия. И мы наступаем, и противник пытается встречными атаками остановить наше наступление. Поэтому на сегодняшний, на данный момент ситуация в лесах в районе Кременной пока не ясна. Кто, где линия фронта и кто, где закрепился и какие рубежи взял. Появилось, кстати, по поводу освобождения населенного пункта Новоселовска. Там же, на этом же направлении, подразделением Кракен. Появилось видео о том, как его, это подразделение освобождает. Но, не знаю по какой причине, средства массовой информации выдали это, что вот на наше подразделение Кракен освободило этот населенный пункт. Есть уточнение от официальных источников. Это видео относится к ноябрю месяцу. Так что здесь как-то произошла накладка. И Новоселовское сейчас находится под контролем, я так понимаю, российских войск. Так что видео, которое мы увидели, оно за январь, за ноябрь, точнее, за ноябрь месяц. Далее, Лиманское направление. Здесь особых движений не было. Здесь идут позиционные бои. Здесь обмен артиллерийскими ударами, применение авиации с обоих сторон. Направление Бахмута. В общем, интенсивность несколько снизилась. Имеется ввиду и огневых ударов, и интенсивность атак. Но враг стабильно пытается атаковать во многих местах линии боевого столкновения. То есть на Бахмутском направлении противник в отдельных местах продолжает атаковать. Но в общем количество атак и их интенсивность снизилось. В Бахмутском лесу гарнизон обороны Бахмута продолжает наносить поражение. Там тоже есть лесной массив возле города. И российские войска пытаются накапливаться в этом лесу, используя его как оперативный район для сосредоточения своих резервов. Наши вооруженные силы, наши силы обороны используют этот момент. Как только туда заходят российские войска, сразу туда прилетает огневой налет. Враг снова сумел захватить район бассейна, продолжает давить на Клещиевку и пытается подбираться вплотную к населенному пункту, к селу Клещиевка. Вот такая вот обстановка на Бахмутском направлении. Авдеевское направление. Продолжаются попытки врага пробить оборону защитников Авдеевки к востоку от города. Успеха противник не имел за прошедшие сутки. Несет потери и постоянно атаки захлебываются и откатываются на исходное положение. Если есть кому откатываться после этих неудачных атак. Враг теряет как в живой силе, так и в технике. Я вчера вам приводил пример, что они решили поддержать бронетехникой свою атаку. Бронетехника была сразу же вся уничтожена и атака сразу же захлебнулась. Невельское и Первомайское. Попытки штурма этих населенных пунктов продолжаются со стороны российских войск. Но успешными их назвать нельзя. Они все терпят неудачу. Новопавловское и Запорожское направления. Там позиционные бои. Там обмен артиллерийскими ударами. Обмен ударами авиации. Ситуация контролируемая, но напряженная. Херсонское направление. Здесь тоже без особых изменений. Враг продолжает минометные артиллерийские обстрелы населенных пунктом на правом берегу Днепра. Согласно имеющейся информации, военкоматы на временно оккупированной территории Республики Крым составили списки лиц, подлежащих призыву на мобилизацию в январе 2023 года. Есть разведданные, как нашей разведки, так и западных разведок, стран наших партнеров, о том, что вот та вторая волна мобилизации, которую мы ранее говорили, что возможно Путин объявит с 15 декабря или во второй половине декабря, она перенесена на 5 января. Хотя я очень не уверен, что 5 января есть смысл объявлять вторую волну мобилизации. Почему? Потому что, вы же понимаете, что Россия будет отмечать, в Российской Федерации будет отмечать 7-го, в ночь 6-го на 7-ое Рождество, так что 5-го разносить повестки абсолютно бесполезно. Надо уже начинать где-то с числа 10-го января, не ранее, на мой взгляд. Ну, как будет принято решение, сказать пока что очень трудно. Поэтому, но списки, как вы видите, уже даже на территории оккупированного Крыма, списки российские оккупационные власти продолжают составлять. И жители Крыма, особенно коренные крымчане, могут попасть в эти списки мобилизации, так как они их считают своими гражданами. Также противник продолжает нести потери в результате воздействия наших огневых средств. Так, наша разведка подтверждает, что 29 декабря текущего года в районе Федоровки Каховского района Херсонской области было ликвидировано около 200 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Информация о раненых уточняется. Кроме того, в окрестностях Половой и Великой Березовки Запорожской области враг потерял еще 115 военнослужащих ранеными. 5 единиц военной техники различных типов, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов. Это то, что подтвердила наша разведка результаты огневого воздействия на противника. Авиация Силы Обороны за прошедшие сутки нанесла 10 авиационных ударов по районам концентрации сосредоточения противника и его техники и вооружения. А также по трем позициям зенитно-ракетных систем. Мы продолжаем вычищать систему ПВО врага, для того, чтобы расширять возможности действия для нашей авиации. Был сбит вражеский беспилотник типа Орлан-10. Подразделения ракетных войск и артиллерии Силы Обороны поразили пункт управления 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. 5 складов с боеприпасами, а также 2 радиолокационные станции оккупантов. Вот такие военные события происходят на линии фронта, на всех оперативных направлениях, от Харькова до Херсона. И такова ситуация на сегодняшний день. Точнее, на сегодняшний, я бы даже сказал, час. И из военно-политических новостей сегодня стоит отметить следующее. В Москве проходила трехсторонняя встреча министров обороны Российской Федерации, Сирии и Турции. Но по итогам встречи пока ни одна из сторон не сделала официального заявления. Но российские средства массовой информации, точнее, сирийские средства массовой информации распространили сведения о том, что якобы достигнутой договоренности Турция согласилась вывести свои войска за трассу М4. Это дорога, которая определяется как граница зон влияния в Сирии. И требует, чтобы освободили турецкие войска, якобы договорились, что турецкие войска полностью освободят южнее трассы М4 провинцию Идлиб, куда хотят зайти сирийские и российские войска. Но не российская, не турецкая сторона, особенно турецкая сторона, таких договоренностей пока не подтверждает. И еще один очень интересный момент, что сирийские СМИ сообщают о том, что участники встречи подчеркнули, что ополчение рабочей партии Курдистана является прокси-ополчением Америки и Израиля и представляет большую опасность для Сирии и Турции. Это очень интересное заявление в том контексте, что Турция собирается проводить против курдов, сирийских курдов, специальную военную операцию. Ну а Турция и Америка, обе страны члены НАТО, и объявлять Соединенные Штаты своим, хоть даже потенциальным противником, я думаю, Турция вряд ли будет. Ну подождем, что скажут турецкие средства массовой информации, и что скажут Соединенные Штаты и Израиль по поводу таких заявлений, сирийских средств массовой информации. Каким это образом может встреча повлиять на ситуацию в регионе, пока неизвестно, потому что нету альтернативного мнения. Есть мнение только сирийского Башара Асада и его подконтрольных ему средств массовой информации. Посмотрим на реакцию США, Израиля и на официальную позицию Турции, которую, я думаю, они в ближайшие дни огласят. Я не вижу здесь тенденции к тому, чтобы Турция уступила хотя бы метр, или хотя бы как говорят, и пяде сирийской земли, которую они контролируют, чтобы Турция уступила особенно Сирии или России. Так что очень интересно посмотреть за дальнейшим развитием событий. В Израиле новый старый премьер Биби вернулся в кресло премьера. Так называют в Израиле Бен-Ямина Нетаньябл. Он опять премьер-министр, глава правительства, ну и, соответственно, он же возглавляет, де-факто, де-юре, точнее, возглавляет государство. Потому что президент Израиля, это у них номинальная фигура. Посмотрим, как он сможет сформировать коалицию и сформировать новое правительство. А также очень интересно будет посмотреть, его предшественник поддерживал политику Израиля невмешательство в эту войну в плане предоставления Украине вооружений и техники. Будет ли это изменено? Ну, мы посмотрим. Но пока мы знаем, что он утвержден в этой должности, и сейчас он будет заниматься формированием коалиции и нового кабинета министров Израиля. Ну, и я бы сказал так, что его такая, даже, наверное, фанатичная, он сколько, это уже третий, наверное, приход, да, третий приход его в должность премьер-министра. Он никак не может оставить эту должность в покое. Вот не хочет человеку вступать, и любой ценой он готов сесть в это кресло. Посмотрим, к чему это приведет государство Израиль. Хорошие новости поступают от нашего генерального штаба. Сегодня состоялся еще один обмен пленными. 140 человек возвращены домой из плена. Среди возвращенных наших военнослужащих есть раненые, которым теперь будет сейчас, они уже размещаются в медицинских учреждениях для оказания медицинской помощи. Там есть защитники, среди этих 140 человек есть защитники Мариуполя, есть защитники острова Змеиный, добровольцы территориальной обороны из Славутича, причем там даже целая семья родителей и сыновья, которые вместе находились в плену, а также наши военнослужащие с Бахмутского направления, тоже которые попали в плен. Всего из 140 человек, 82 это военнослужащие Вооруженных сил Украины, 15 это территориальная оборона, 22 военнослужащих это Национальная гвардия Украины, 11 это представители Министерства внутренних дел Украины, и 10 из Государственной пограничной службы Украины. По составу 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат. Вот такие вот новости, считаю, что сегодня стоит отметить. На этом первый блок нашего видео, военные и военно-политические новости, мы закончим. И как обычно, по традиции, я сделаю небольшую паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы продолжим. Ну, а продолжим мы, как всегда, ответом на ваши вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. Итак, первый вопрос сегодняшнего дня. Подскажите, пожалуйста, в одном из своих видео вы рассказывали про работу МиГ-31 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения в связке для обнаружения нашего ПВО. Когда запускают шахеды или ракеты по уже заранее типа обнаруженному ПВО, то может ли расчет установки просто сесть и отъехать на несколько километров, тем самым изменив свои координаты. Ведь ракеты и шахеды летят по координатам. Смотрите, не может. Объясню почему. Если пускается баллистическая ракета, ее можно просчитать, куда она летит. Если пускается крылатая ракета или дрон типа шахед иранский, то просчитать ее конечную точку невозможно, потому что мы не знаем, какие координаты внесены в голову этой ракеты или этого дрона Камикадзе. Поэтому он может в ходе полета, он может менять свою траекторию. У него полет программируется заранее. Поэтому не может. Но для того, чтобы не попасть под огонь противника, никогда, как говорят, нельзя два раза занимать одну и ту же позицию. Вот и все. Особенно подряд. Через какое-то время можно, а вот особенно подряд нельзя. Поэтому, поверьте, наши средства ПВО именно так и поступают. Никто не занимает позиционный. Позиционный район, да, но район это большой участок местности. Они именно делают так, вот как вы написали. Они занимают позицию где-то там плюс-минус. Но никогда два раза на одно и то же место не становятся. Чтобы не попасть вот именно под координаты, вложенные в голову дрона или ракеты. Доброго времени суток. Скажите, возможно ли удар дронами по флоту в Новороссийске? По самолетам ракетоносцам в Энгельсе? По самолетам ракетоносцам в Энгельсе получилось ударить? Теперь бы ударить по кораблям с калибрами. Спасибо, привет из Одессы. Я думаю, что так и будет. Просто до Новороссийска еще дойдет очередь. И вот АСК... Они, кстати, не в Новороссийске. Там есть один нюанс. Надо поймать, когда корабли и носители калибров заходят в Новороссийский порт для загрузки боекомплекта. После отстрела они идут за следующей партией ракет. Вот тут надо их поймать, и тогда, да, можно нанести удар по военно-морской базе в российских ВМС в городе Новороссийске. А так они находятся, они дрейфуют в открытом море, где-то на траверзе между Новороссийском и Керчью. Поэтому там намного сложнее их поймать. Но, тем не менее, я думаю, что эта атака на эскадру это вопрос Черноморского флота России. Я думаю, это просто вопрос времени. Как она будет с воздуха или по воде, а может быть под водой, ну, мы посмотрим. Это будет, я так думаю, для нас с вами это будет сюрприз от Вооруженных сил Украины. Чи враховывается ликвидование вагнеровцы в щеденных звитах нашего генштаба? Я вважав, что не. Але сегодня почув вид эксперта, що так. І чмобики також. Дякую. Да, вы абсолютно правы, все считается. Еще раз говорю, смотрите, потери противника в ходе боевых действий определяются приблизительно. Они определяются командирами подразделений после боя. Когда он заполняет журнал ведения боевых действий, методом опроса примерно составляется картина, сколько человек могло быть убитым. И вот эта цифра подается. И там никто, поверьте, никто не сортирует. Ни на вагнеровцев, ни на кадровиков, ни на мобилизованных. Абсолютно. Тем более их различить невозможно. Они все в форме, они все с автоматами, они все с этими нарукамными или налобными повязками, цветовыми повязками, которые определяют принадлежность к вооруженным силам. Или подразделениям. Поэтому их считает общее количество. А уже там, их принадлежность, это уже будут разбираться историки после войны. Они будут сортировать, сколько в процентном отношении или в количественном отношении, сколько человек, каких организаций погибло или было ранено в ходе этой военной кампании. Добрый вечер. Витания с Белой Церкви. Хочу поделиться с вами ощущениям, которые очень турбуют. Не уже в Российской Федерации больше 70% людей согласны с тем, что нас, их руками, этот бункерный, хочет уничтожить из лица земли. дужи лячно стоят, ведь одни ей думки про церковь. Смотрите, а вы абсолютно правы. Да, действительно, больше 70% поддерживает эту войну. Знаете, как российская пропаганда вывернула сознание россиян? Они сделали нас виноватыми. Вот россияне считают, что Украина, это мы типа оборзевшие, обнаглевшие тем, что мы идем на запад. Тем, что мы дружим с американцами, слушаемся американцев, что американцы нам промывают мозги, поэтому нас надо наказать, чтобы мы вернулись в родное лоно, в лоно Российской Федерации. Вот не забуду, всегда привожу, еще раз приведу этот пример, не устану его приводить. В марте месяце один из первых плененных российских солдат, нет, он, по-моему, даже был офицер, на вопрос, почему вы нас убиваете, он ответил, что для того, чтобы вы нас полюбили. Вот именно поэтому они считают нас виноватыми, что мы виноваты в их бедах. Сейчас акцент немножко смещается, что виновата в их бедах теперь уже просто специальная военная операция, но все равно они считают, что Украину надо наказать, то есть нас надо наказать. За что? Ну вот за то, что мы хотим жить свободно и независимо от Российской Федерации. Поэтому, к сожалению, пока, я думаю, что должно пройти не одно поколение в Российской Федерации, для того, чтобы, во-первых, это выветривалось из сознания, это раз, произошла переоценка ценностей, и второе, для того, чтобы пришло понимание того преступления, которое совершает сегодня Российская Федерация против нас, украинцев, как нации, как государства. Поясните, пожалуйста, что такое тактическая авиация, и почему при ее активизации объявляют воздушную тревогу. И вообще, поясните, что значит тактический, оперативный, стратегический успех с наступающим. Вы, наверное, перепутали. Когда активизируется тактическая авиация, то никто никакой воздушной тревоги не объявляет. Тактическая авиация это авиация ближнего радиуса действия. Это та авиация, которая работает на линии фронта, по переднему краю противника. Поэтому на линии фронта, да, там они их предупреждают, если успевают, и если есть такая возможность, что работает тактическая авиация. Это штурмовики, это вертолеты огневой поддержки. Это можно даже частично отнести к этому фронтовые бомбардировщики, хотя они уже относятся к оперативно-тактической авиации. Вот фронтовой бомбардировщик, он может заходить на глубину до 200 километров и осуществлять бомбометание или поражение объектов в такой, это уже оперативная глубина. А вот линия фронта плюс-минус это тактическая авиация. Мы начинаем дергаться и объявлять воздушные тревоги, когда активизируется стратегическая авиация, которая дальнего радиуса действия. Это вот типа бомберы Ту-22М3, это бомберы, там боевой радиус, по-моему, 3000 километров, это бомберы Медведи Ту-95, это Белый Лебедь Ту-160, у которых там еще боевой радиус до 5 или 6 тысяч километров. Так что вы немного перепутали, стратегическая авиация, когда начинает активизироваться, тогда у нас сигнал, и они же являются носителями крылатых ракет. Тактическая авиация не подымет крылатую ракету, крылатая ракета это где-то больше тонны весит. Там вот в Х-22 там 960 килограмм только полезного груза, то есть заряд, боевой заряд почти тонна, а ракета весит около полутора, под две тонны, нет, больше двух тонн весит, в заправленном состоянии. Поэтому ее там Су-25 ее даже некуда повесить, эту ракету. У нее крылья пообваливаются, если такую ракету к нему прицепить. А вот Ту-22М3 он как раз эту ракету и поднимает. Ту-95 поднимает там Х-55, Х-555 или Х-101. Ту-160 поднимает только 101 ракеты. Так что тут немножко такое. А вот само понятие тактический, оперативный и стратегический это понятие масштаба. До полка включительно у нас идет тактика или до бригады. От бригады и выше где-то корпус, армия это идет оперативная. А вот уже округ это фронт. Это уже стратегия. Там уже стратегия. Так что вот примерно так по масштабам делится понятие. И неважно это стратегический успех или стратегическое поражение. Но вот масштабы определяются примерно так. До полка бригады тактика. От полка бригады до армии это оперативная. масштаб армия и выше там фронт и ставка то это уже ставка оперативное направление. Это уже стратегия. Вот такая примерно градация. Вопрос. Если даже привезут обломки с другого места и разбросают по территории Беларуси можно ли доказать по номеру двигателя что эта ракета была выпущена в другую сторону и другое время. Ведь регистрируется время и направление ракеты при выстреле. Спасибо за разъяснение. Все можно доказать. Вопрос вот в чем. Смотрите. Вот кстати то что предложил президент Зеленский Лукашенко после обвинений что наша ракета якобы прилетела на территорию Беларуси Владимир Зеленский сказал что давайте проводить международное открытое расследование и Украина готова в нем участвовать. Так вот для этого осуществляется создается комиссия которая проводит оперативно-следственные действия. И в ходе этих оперативно-следственных действий совмещается допустим серийный номер ракеты который говорит нам о том из какой воинской части эта ракета в какой воинской части эта ракета числилась. А дальше мы сопоставляем где находится подразделение этой воинской части а делали они пуски в то время там же от времени падения ракеты очень легко определяется в обратном порядке рассчитывается время пуска этой ракеты и соответственно район пуска этой ракеты и по времени и району пуска этой ракеты предполагаемым определяют есть ли части подразделения точнее есть ли пусковые установки той части, в которой числилась эта ракета. Вот это все совмещается в кучу, и оперативно-следственные действия этой комиссии должны дать общую картину того, та ли эта ракета, могла ли быть она выпущена из этого района, который предполагается, и могла ли она прилететь и упасть в том районе, где нам ее показывают. Ну, я так думаю, что я вам вчера объяснял по этому вопросу, что, на мой взгляд, Лукашенко первый заинтересован в том, чтобы замять это расследование и не проводить его. Политические заявления он любит делать, очень красиво умеет делать, помните, да, вот эта знаменитая фраза, я вам сейчас покажу, откуда планировалось нападение на Беларусь, да, я карту с собой привез, вот, но карту он так и не показал, кстати. Вот здесь будет то же самое. Вот Украина, упала украинская ракета, мы сейчас будем разбираться, и на этом все. Никаких комиссий, никаких разбирательств, никаких. Понятно, что внутреннее расследование проводить бесполезно, ему никто не поверит. Международное проводить он не заинтересован, потому что, скорее всего, это спецоперация российских спецслужб для создания прецедента втягивания Беларуси в войну против Украины на стороне Российской Федерации. Поэтому Лукашенко лучше всего спустить это дело на тормозах. Уже сегодня, уже никто не вспоминает, события на фронте меняются настолько стремительно, что новости обновляются каждый час. А завтра, тем более, никто не вспомнит об этой ракете, которая ушла в историю. И теперь только историки будут вспоминать о том, что там, да, был такой инцидент. Чем он закончился, непонятно. Чему мы не можем забрати літаки, которые взлетают до кордону на іншую территорию, не достаем, потому что это территория іншой страны. Дякую за наступающим новым уроком. Ну, вы абсолютно ответили сами на свой вопрос. Две причины. Мы не стреляем, не ведем боевые действия на воздушном пространстве или на территории сопредельного государства. И, соответственно, во многих случаях мы не достаем до этих самолетов. Хотя я рассказывал, как строится ПВО, что ПВО должно хотя бы на половину своей дальности выходить за пределы страны. Для того, чтобы упреждающим огнем либо остановить попытки вторжения, либо предотвратить попытку вторжения путем сбития вражеского самолета. А они долетают именно до нашей границы и делают боевой разворот, не входя в наше воздушное пространство, после того, как отстреливают ракеты. Так, во всяком случае, было в первые месяцы войны, когда территория из воздушного пространства Белоруссии российская авиация наносила огневые удары по территории Украины. Особенно северных областей Украины. Поэтому не воюем на чужой территории, но пока что и плюс в большинстве случаев наше ПВО просто не достает до этих самолетов. По поводу атак на Энгельс. Противоположная сторона, как я понял, не смогла точно идентифицировать тип беспилотных летательных аппаратов. Приблизительно, по их официальной информации, 26 декабря они сбили эти или этот БПЛА и обломками от них было убито 3 человека. Увесистые, наверное, были обломки. И они не смогли идентифицировать БПЛА. Странно. Лично я думаю, что ничего они не сбили. И эти БПЛА выполнили задание и вернулись. Что вы думаете по этому поводу? Ну, вы знаете, я вижу две версии по этому поводу. Версия номер один. Эти БПЛА выполнили свою задачу и сгорели в этих взрывах. То есть найти обломки от них довольно проблематично. Хотя, если постараться, можно. И второй вариант. Да, действительно, эти БПЛА могли развернуться и спокойно улететь обратно. Если они туда долетели, то на обратной дороге вряд ли кто-то их бы уже вообще сбивал. Тем более, после того ажиотажа, который поднялся там и в эфире, и вообще в военной среде Российской Федерации по результатам этих взрывов. Так что, версия первая. Россияне не особо стремятся выделять обломки этих БПЛА из тех обломков взрывов, которые они произвели. Для того, чтобы просто не позориться перед своими же гражданами. В плане того, что КАП, если показать доказательства, что это действительно украинские БПЛА. То вопрос, как россияне говорят, а где же наша армия, зачем нам мобилизацию объявляют. Там же армия воюет, это же не война, это же специальная операция. Так и здесь, где же наше ПВО задает российские паблики российскому руководству, если это украинские БПЛА. Поэтому, думаю, что две версии можно рассматривать. Ну, какая из них настоящая, нам история расскажет. После войны напишут, поверьте, генералы любят писать мануары. Напишут наши генералы, и российские напишут. И мы почитаем две книжки и сравним историю или рассказ о том, что взрывалось, и сколько раз, и какой реальный ущерб был нанесен этими взрывами на аэродроме Энгельс. Интересует судьба и возможные перспективы радиолокационной станции «Кольчуга». Смотрите, есть у нас «Кольчуга». Последние данные по «Кольчуге», 13-й год есть в открытых источниках, это было 18 РЛС в составе Вооруженных сил Украины. Были еще данные о том, что Укроборонпром получал заказ, гособоронзаказ на модернизацию этих станций. Есть вариант «Кольчуга-М», и есть там еще один вариант «Кольчуги», просто не помню его, индекс РСД, по-моему, 832 или 23. Но поверьте, что они сегодня стоят в составе, те, которые рабочие, они стоят в составе системы ПВО страны. И они прекрасно работают. Что вы имеете в виду, возможные перспективы? Я думаю, что перспективы есть в плане того, что после войны, возможно, если военные сочтут нужным, она попадет в гособоронзаказ в плане либо ее закупки для Вооруженных сил Украины, либо ее модернизации, потому что время идет. Вот данные практически, вот те, которые я оглашаю, завтра эти данные уже будут десятилетней давности. Сегодня они еще данные девятилетней давности, а завтра эти данные уже станут десятилетней давности. Поэтому либо она попадет в гособоронзаказ, если военные сочтут необходимым для производства, на закупку, либо на модернизацию и закупку для Вооруженных сил Украины. Ну вот те данные, которые есть в открытых источниках, я вам привел. 18 комплексов, 18 радиолокационных станций на 2013 год в составе Вооруженных сил Украины. Думаю, что они все сегодня стоят на защите нашего неба. Здравствуйте, вопрос по поводу скадов. Вы говорили, что их все видели, но не могли сбить во время войны в Персидском заливе. А как будут обстоять дела сейчас, в случае чего? Согласно Википедии, на вооружении Белоруссии на 2019 год находилось 60 пусковых установок комплексов «Эльбрус». И у Российской Федерации на хранении тоже есть. Смогут ли сбить скады у нас в нынешние времена? Да, в нынешние времена могут сбить. В 90-х годах не было средств. Кстати, я рассказывал же эту историю по поводу того, что «Патриот» чуть не был снят с вооружения. В результате была проведена, я бы сказал, коренная переработка, не то что модернизация, а переработка комплекса «Патриот». И мы сегодня имеем то, что он противоракетный, есть вариант противоракетный, есть ПВОшный. Так вот, противоракетный вариант появился именно в результате переработки, согласно итогов войны в Персидском заливе. Сегодня ракету «Скад», которая 6 минут летит на 300 км, может сбить и тот же «Насамс», и тот же «Ирис-Т». И тот же комплекс, допустим, что-то типа «Железного купола». Да, тоже может ее сбить. Вопрос только в том, чтобы эта ракета попала в зону действия этого комплекса. Или комплекс находился в зоне досягаемости своих противоракет, там, где будет проходить траектория ракеты «Скад». Вот в чем. Это именно, кстати, это к тому, что вот я, многие специалисты говорят о том, что нужна плотность. Эффективность противоракетной и противовоздушной оборонной страны зависит от плотности средств поражения воздушных целей. Чем плотнее средства, тем больше вероятность того, что воздушные цели противника попадут в зону действия или в зону поражения наших огневых средств. Вот в таком варианте. Но сегодня, да, сегодня ракету комплекса «Инбрус» вполне вероятно сбить. Тяжело, так как она баллистическая, но тем не менее вероятность такая есть. Хотелось узнать ваше мнение по поводу шахедов. Ведь они летят через линию фронта. Есть информация, как наши военные сбивают их еще при залете на нашу территорию или нет. Есть. И, кстати, они практически не летят через линию фронта. Вот именно потому, что вот у нас фронт, я так понимаю, фронт лучше всего прикрыт именно тактическими средствами борьбы с воздушными целями. И начиная от тех же ПЗРК, переносных или зенитных пулеметов, типа Шилка или ЗУ-23-2, заканчивая гепардами, на мой взгляд, это самое мощное, наверное, сегодня средство ПВО ближнего радиуса действия, то есть тактического уровня. Так вот, шахед для них это самая, будем так говорить, самая лакомая цель. Это именно их хлеб в плане борьбы с воздушными целями. Вертолеты, огневой поддержки, штурмовики и вот такие вот дроны. Тем более, что шахед относится к крупным, средним дронам даже. Ну, не крупным, но средним. У него 2 метра размах крыльев там. И он там сам около 3 метров длиной. Вот. О них, да, действительно, есть, кстати, есть даже видео в Ютьюбе, как гепард сбивает дрон. Поэтому они стараются не летать через зону боевых действий. Вы обратите внимание, запуски шахедов осуществляются либо с северо-востока, то есть через Сумскую, там, Черниговскую особенно, Харьковскую область. Либо они раньше пускали с Крыма, но когда мы накрыли в Крыму вот этот центр подготовки операторов, они теперь пускают где-то из района Таганрога. Но стараются обходить через оккупированную территорию, обходить и заходить с юга на воздушное пространство Украины. Так что фронт они стараются облетать как можно дальше. Скажите, пожалуйста, если поджечь поле пшеницы, получится ли его разминировать? Нет, не получится. Противопехотные мины могут получить частичные повреждения, противотанковые тоже, кстати. Хотя вряд ли, у него текстолитовый корпус взрывателя, а корпус самой мины металлический. Дело в том, что в минах применяется тротил. И для того, чтобы тротил загорелся, его надо очень-очень сильно и долго-долго разжигать. Вот когда он расплавится и начнет потихонечку гореть, разгораться, потом его уже потушить тяжело. Он горит очень-очень сильно и очень-очень мощно, много дает тепла. А так, как горит пшеничное поле, допустим, когда ветер гонит пламя и зона горения там буквально полметра шириной, оно очень быстро проходит над миной и в старых противопехотных минах там есть пленочка такая резиновая, которая закрывает крышку мины и под ней находится нажимной механизм. Солдат наступил и когда он поднимает, отрывает ногу, механизм взвелся сразу. Как только он пытается оторвать ногу, происходит взрыв. Так вот, эта резиночка, да, она может сгореть, но при этом мина просто станет открытой. И дальше она будет действовать. Вряд ли она подорвется от такого воздействия. А противотанка, тем более, ей такой пожар вообще не страшен. Витаю. Витаю всех на канале. Подскажите, пожалуйста, в нашем жилом районе метров пятьдесят сто вблизи домов поставили металлические вышки. Высота метров десять-пятнадцать. С их установкой существенно ухудшилась связь телефонная и интернет тупит. Что это может быть? Учитывая, что в километре двух стоят, видимо, ПВО. Стоят реально зенитки. Машины с пушками вместо кузова. Вопрос. Что это за вышки? Как вы думаете? Страшноватенько. Спасибо. Из Крыма. Ага. Это в Крыму. Видите, в Крыму возле жилого сектора расставляют. Это, скорее всего, радиолокационные станции малого радиуса действия для обнаружения целей, вот этих вот, против которых стоят эти зенитки. То есть, раз это зенитки, значит, это тактическая зенитка, значит, против беспилотников. Плюс это могут быть вышки радиоэлектронной борьбы. Если они глушат связь и тупит интернет, то, скорее всего, это РЭБовские вышки, которые предназначены для того, чтобы глушить пространство вокруг, допустим, защищаемого района. И если дрон попадает в эту зону действия РЭБ, естественно, он глохнет, слепнет и падает. Так что вы просто, скорее всего, попадаете в результате установки этих вышек российскими войсками возле ваших домов, вы попадаете в зону действия средств радиоэлектронной борьбы с дронами или беспилотниками противника, против которых еще выставляете зенитные средства на автомобилях. Доброго вечера. Я читала, что наши волонтеры пишут про проблемы при завезении в Украину квадрокоптеров и дронов, потому что они вважаются товарами подвейного призначения. Даже просят подписать петицию до президента, чтобы решить эту проблему. То есть люди сами собирают гроши, закупляют за кордоном ці дрони, чтобы помогать нашим войнам, а державные чиновники все делают для того, чтобы эта помощь не дійшла до наших защитников. Это града, что просто хотят заработать гроши на крови простых украинцев. Бо в Украине ці самі дрони та квадрокоптери в рази дорожче. Просто немає слів. Огласить ще ви цю проблему. Так, я ее оглашаю. Почему? І очень надеюсь, що наша таможня наконец-то раздуплится в плані растаможки. Я знаю, що эта проблема существует, що очень многие волонтери жалуються на нашу таможню, що она дуже плохо і з большим трудом пропускає дроны, квадрокоптери і прочее. Але определитесь ви вже з списком товаров, які, якщо це йде назначенням для військових сил України, то почему така проблема? Почему волонтери не можуть растаможити і завести цей товар длительне вирішення на границі? А наші бойці сидять без цих дронів і квадрокоптерів на передній краї. Я думаю, що якщо нас услышат, то треба решати такі питання. Я помню, як там некоторые представники власні бігали і рішали питання, коли фури з гуманітаркою в кілометрових очередях стояли. Ну, вроді як, рішили його, зробили там електронну очері. Почему? Почему нельзя ввести електронну декларацію і завозити це, щоб не таможенник ковырявся там і в кожному бусіки, і задававав вопросы, намекая, може, на якісь інші інші незаконні действії, що йому що-то хочеться. А щоб це було електронне декларування і практично безмішатисть людина. І таким обором може бути ліквідірується очередь. Я думаю, що, ну, приміте меры, це ж ми ж одне дело робимо. Чому одні действительно переживають і везуть, а інші стоять на суку ковыряється і не знається, як задержати і як ж так пропустити, щоб красиво пропустити. Надеюсь на понимання со сторони таможни. У китайців є танк ТИП-99. На нім є лазерний комплекс активного подавлення GD-3, який в зв'язку з датчиком лазерного обнаруження, по словам китайських разработчиків, способен быстро обнаружити істочник ізлучення від систем наведення противника. І выжигати їх лазером. При цьому данний лазер не попадає под протокол номер 4 к конвенції о конкретних видах обычного вооруження от 13 октября 1995 року. Вопрос, як обойти таку систему? Наприклад, на один ПТУР использовать отдельные две системи наведення в разных точках і уничтожить танк с такой защитой? Понимаю, що неуязвимых систем нет. Але як преодоліть таку, не дуже ясно. І як защищати оптико-електронне оборудування від такого лазерного ізлучення, способного выжить матрицу? С уважением, ваш зритель із оккупуванной фашистами Росії. Така проблема є. Як кажуть, на каждое действие всегда знаходиться противодействие. І коли создають какое-то вооруження, естественно, через какое-то время появляется антиоружие. Или то, которое с ним способно бороться. Система лазерного оружия, она, в принципе, не нова. Но против нее уже есть очень много. Во-первых, применяются антибликовые линзы, которые способны отражать вот этот лазерный луч, направленный в линзу прибора системы наведения того же ПТУРа или другого огневого средства. Просто прицела. Мы знаем опыт. Россия применяла тоже такие антиснайперские приспособления. И наши некоторые пограничники, по-моему, их снайпера попали. Ожог роговицы глаза был из-за вот этих лазерных антиснайперских приборов. Еще раз повторю, антибликовые линзы. В некоторых современных приборах есть шторка специально, которая там в долю секунды закрывает прибор, чтобы не выгорела матрица, как вы говорите. Ну, а борьба с такими средствами самая простая. Дымовая завеса. И все. И лазер бесполезен. Дождь и лазер бесполезен. Рассеивание луча настолько велико, что он не срабатывает. Туман, лазер бесполезен. А вот, допустим, наведение того же самого Аптура может осуществляться в инфракрасном диапазоне, которому ни туман, ни дым не мешает. Снег. Либо, допустим, в контрастном диапазоне, когда цель определяется, как контрастная, на фоне местности. Допустим, танк, это огромный кусок железа. Ну, по большому счету. Больше 40 тонн. Естественно, он контрастирует с общим фоном земли, на которой он стоит. И головка наведения может работать по контрасту. Именно на большое количество железа. Вот такие вот. А вот сам, допустим, вот этот китайский танк тип 99, для этого артиллерия применяет что? Дымовые снаряды. В артиллерии есть для каждого вида орудий дымовые снаряды. И ими обстреливается, допустим, позиция подразделения, которое имеет на вооружении вот эту лазерную установку. Пока дымовая завеса стоит, наши войска либо подходят впритык к этой, к ихней позиции, и дым рассеивается, а мы уже здесь. Здравствуйте! Мы из Украины. Вот. Либо, допустим, наносится огневое воздействие по противню, пока он ослеплен нашим дымом, наносится огневое воздействие по противнику с помощью электронно-оптических средств, для которых дым не является помехой. Вот так на сегодняшний день борются с лазером. Ну что ж, на этом вопросную часть мы тоже будем заканчивать. И у нас остается с вами заключительная часть нашего видео. Это обратная связь. И приветствую пожелания, которые вы прислали. Их будет сегодня немного. Учитывая, какой день, все-таки я надеюсь, что у нас будет возможность встретить Новый год, и у наших защитников тоже, возможно, будет затишье на линии фронта, и они смогут перевернуть страничку календаря с 22-го в 23-й год живыми и здоровыми. Итак, обратная связь. С наступающим, мои любые украинцы и украиночки. Від донбасских бандеревцев из Латвии. Мистер Экаблипс. Паримоги нам и миру. Слава Украине. Тут такое приветствие первым сегодня прозвучало. А вот комментарий, кстати, очень интересных. В свое время я жил прямо на базе Мочулищах. Это белорусский аэродром, откуда вот нас кошмарили эти Миги с самолетом дальней радиоэдукационной разведки А-50 российским. Не знаю, как сейчас, слава Богу, давно уехал из этого кошмара. Но тогда на аэродроме, помимо истребителей, базировались именно бомбардировщики Ту-22. Самое яркое воспоминание, когда из системы охлаждения после каждого полета сливали до 200 литров медицинского спирта. Слава Украине! С Новым Годом! И скорой победы Украине! Да, у летчиков в системе охлаждения на большинстве самолетов применяется чистый спирт. Единственная проблема из рассказов летчиков в ходе службы, когда общались, там единственная проблема в том, что спирт из системы охлаждения после слития, он имеет горьковатый привкус, потому что патрубки резиновые, они его немножко портят. Ну, тем не менее, говорят, что вполне можно употреблять. Видимо, опыт у некоторых летчиков, наверное, такой опыт есть. из Южной Каролины. Я уважаю Украину и украинцев, и некоторые непонятные люди не могут испортить это чувство. Слава Украине! Героям слава! С Новым Годом! Желаю победы, мира и прекрасного будущего для Украины! Вам желаю здоровья, радости и всего самого наилучшего с вашими близкими. Привет из Тбилиси! Это Грузия! Спасибо вам огромное! Слава вам, герои и защитники Родины! Здоровья вам! Душевного света и тепла! Силы духа! Помощи Божией вам! Родители, которые потеряли своих детей! Вам, ребятишки, которые потеряли родителей, добрых людей в вашем жизненном пути! Вам, раненым в боях, выздороветь! Привет хлопцам в окопах! Хороший тост слышал! С наступающими ЗСУ! В солидарность с вами завтра буду не пить шампанское! Украли гады! Нам Новый год! Пусть в Кремле последний год выпьют! Мы будем пить после перемоги! Вам здоровья и выдержки! В Новом году! За победу! Гунча! Не знаю, что означает Гунча! Имя или какой-то тост, может быть! Шире витание и побажание переможного Нового Рока из Канади! Мы разом с Украиной! Слава непереможным украинским воинам и украинскому народу! Дякуем за щоденную информацию! Добрый вечер, мы из Грузии! Слава Украине! Героям слава! Слава вооруженным силам Украины! Смерть врагам! Великая подяка! Сбройным силам Украины! Захисникам и захисницям! Украина переможе! Из Новгорода! Панковка! Ну, Великая подяка! Это Белоруссия! Насколько я понимаю! Белорусское выражение! Дякую вам! Скорейшей победы! Сильному, мужественному украинскому народу! Украины! Вы как Израиль! Да, мы будем... Мы теперь как Израиль! Мы вся страна, которая воюет! Вся страна, которая в войне! Народ и армия одно целое! Подскажите, пожалуйста... Все! На этом сегодня я благодарю за ваше внимание! Мы закончим видео! Это уже опять вернулись к вопросам! Тем, кто не подписан, я опять приглашаю подписаться! Кому понравилось это видео, поставьте лайк! Тогда его смогут увидеть как можно больше людей! Ну, а... Огромное спасибо спонсорам и тем, кто поддерживает канал! Благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию! Ну, а мы с вами верим в Збройные силы Украины! Перемога за нами! Слава Украине! С новым, наступающим ЗСУ! Субтитры создавал DimaTorzok Украина! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok